Сильные, смелые, дружные. Именно так можно охарактеризовать коллективы всех подразделений Соликамск Бумпром. На стадионе они вновь собрались, чтобы провести традиционные зимние забавы. Хочется сказать, что наше предприятие поддерживает спортивное движение. Мы стараемся по максимуму использовать свои спортивные площадки. Но зимние забавы у нас ходят за счет Спартакеады. Первой забавой для бумажников стала игра перетягивания каната. И даже тут не обошлось без интриги. Кто же сильнее и сплоченнее? Первыми тянули канат на свою сторону женщины. Победителями в такой незамысловатой игре среди женщин стали сотрудницы 45-го детского сада. Мы любим спорт. Спорт, движение, жизнь. Спартакеады нравятся. Мы приняли участие. Соперничество. Главное участие или победа? Участие. Победы все. Каждый свою победу достигает сам. Мы поставили на первое место. Пока шагали сюда. Определила игра перетягивания каната и победителей мужчин. На пьедестал первое место встали работники цеха древесно-мастного производства. Вытянули они победу, кстати, у мужчин с управления. На этом забаву бумажников не закончились. Впереди еще непростые лыжные гонки. Ну а пока взрослые участники осматривали лыжню и готовились надевать лыжи, соревноваться приняли с детишки. Каждый год вы сядете зимние забега? Да, конечно. Каждый год. Вы с семьей ходите? Да. Да, стараемся с семьей ходить, конечно. Что вас здесь привлекает? Почему приходите-то каждый год? Я участвую в соревнованиях, перетягиваю канатом. Стоит добавить, что участниками лыжного забега стали как работники бумпрома, так и представители руководства предприятия. На лыжне, как говорится, все едины. Единственное различие в том, что женщины бежали 500 метров, мужчины – 1 километр. Много людей, отличное настроение. Люди общаются, борются, получают эмоции. Замечательно. Настроились на победу уже? Да, конечно. Смысла иначе нет выступать. Кстати, результаты лыжных гонок и перетягивания каната войдут в зачет спартакиады трудящихся. Но в нее же войдут и другие виды спорта – хоккей, дартс, легкая атлетика и другие состязания. И каждый год в спартакиаде становится все больше участников. Вот, например, Светлана Трошева. Недавно устроилась на Соликамсгбумпром и вот уже принимает участие в зимних забавах. Такие игры, считает девушка, помогают оставаться всегда в хорошей форме. Нужны. Главное, чтобы народу интересно было. Тебе интересно? Интересно. Что здесь завлекло тебя? Лыжи. Впервые принимала участие в спартакиаде и Светлана Бабкина. Спорт – это ее жизнь. А Соликамсгбумпром помогает ей оставаться спортивной. В принципе, я очень люблю лыжи. У меня папа лыжник, и поэтому кататься умею, почему бы не выступить за свое дело. Я считаю, что они нужны и как можно чаще проводить. Привлекать работников к спорту. И вот настал главный момент. Стали известны имена победителей лыжных гонок. Среди мужчин самым быстрым оказался Евгений Вяткин. А вот среди женщин первое место получила Светлана Трошева. Результаты пойдут в зачет спартакиады. Кстати, впереди еще несколько видов. Имена лучших спортсменов станут известны уже в апреле. Евгения Константинова, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль-ТВ».